В 2000 году Надым ужаснулся от совершенных преступлений. Тогда еще 22-летний мужчина изнасиловал и убил женщину в ее собственной квартире. Вот кадры оперативной съемки, где он рассказывает о содеянном. То есть я открыл шкаф, навел беспорядок там, ювелирные украшения, взял денежные средства. Позже убийца взялся за шестилетнего ребенка, с которым жестоко расправился, так как мальчик был ценным свидетелем. Нож я помыл и бросил его под лампу. А молоток взял с собой и перед выходом выкинул в мусоропровод. Спустя несколько месяцев злодей по такому же сценарию убивает еще одну женщину. Тогда, в далеком 2000-м, уголовное дело было приостановлено в связи с отсутствием подозреваемого. И вот спустя 20 лет тайное стало явным. С целью сбора доказательств вины осужденного следствием выполнены многочисленные судебно-криминалистические экспертизы, а также собраны иные доказательства его причастности к совершению преступлений. Расследование уголовного дела значительно осложнял тот факт, что у осужденного имеется монозиготный брат-близнец с совершенно идентичным ДНК, который ранее также проживал в городе Надыме. Определить конкретное виновное лицо следователям помогли результаты альфакторного исследования запаховых следов. 42-летний изверг признал свою вину. Надымскому убийце вынесли приговор в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дмитрий Самойленко. Новости Губкинского.